Привет, друзья! И с вами сегодня Сергей Минаев, и я вам расскажу, как нужно чистить тимберленды, какие для этого нужно использовать средства и щетки. Поехали! Друзья, эксперименты будем проводить на моей паре тимберлендов. Я бы даже сказал полупаре, потому что они будут очень долго сохнуть. Сразу хочу сказать, тимбам уже 7 лет, я их обрабатывал только влагозащитными пропитками и чистил один раз в год. То есть вы можете посмотреть, как у вас будет выглядеть обувь, если вы за ней будете ухаживать, ну, хотя бы нормально. Итак, снимаем шнурки. У меня здесь уже кастомизированные шнурки, потому что старые пришли давно в негодность. Ссылочку на шнурки я обязательно вам дам в описании. Шнурки толстые, крепкие и хорошие, мне нравятся. Итак, что хочу сказать. Тимберленды сделаны из нубука, они с завода идут без каких-либо пропиток. Ошибочно думать, что это какой-то будет жированный нубук, они совершенно ничем не обработаны. И, конечно же, их нужно перед эксплуатацией обязательно пропитать хотя бы хоть какой-то влагозащитной пропиткой. Вы существенно облегчите им зимнюю участь. Итак, мне в руки попало средство, ну, примерно, наверное, год назад, может быть, даже чуть-чуть поменьше. Марка Soulmate, у меня в руках премиальный очиститель обуви, 150 мл флакон. Мы его сравнивали с Sapphire, мы его сравнивали с очистителями Tarago для кроссовок. У них есть несколько флакончиков, ну, какой-то новый образец продукции, по всей видимости. С чем мы его еще сравнивали? А, мы сравнивали с оригинальным очистителем Timberland, с жидкостью. Что хочу сказать сразу же. Omni-Dime замечательное средство от производителя Sapphire, но оно очень жесткое. Безусловно, если у вас есть очень сильные загрязнения, конечно же, нужно использовать будет Omni-Dime. Но, сразу хочу вас предупредить, что после Omni-Dime поверхность Нубука, Замши будет становиться жестче и жестче с каждым разом эксплуатации. Будет однозначно выцветать цвет, поэтому вам после Omni-Dime придется полностью обновить цвет вашей пары. Это могут быть аэрозоли, это могут быть разнообразные красители. Как вы подойдете к процессу, это зависит, конечно, от вас. Почему я остановился на Soulmate? Это средство не делает поверхность жесткой, но при условии, если вы, конечно же, не обработаете поверхность, ну, например, 4-5 раз. После этого, конечно же, поверхность все равно начинает, ну, скажем так, становиться не очень приятной. Поэтому здесь нужно аккуратно и чувствовать вот некий баланс по обработке поверхности и по выбору, самое главное, щеток для очищения. Щетки взял тоже Soulmate по причине того, что на сегодняшний день у нас в России не производится ничего. Щетки, которые у Sapphire, они для очищения, например, кроссовок или тимбов, просто по определению не подходят, потому что они все предназначены либо для гладкой кожи, либо для Нубука и Велюра, но только для причесывания, либо легкого очищения. Щетки такие вот маленькие, я думаю, что они по длине ориентировочно 8-10 сантиметров. У них есть три варианта жесткости. Самая мягкая. Производитель заявляет, что это щетка из конского волоса, но я совершенно хочу сказать точно, что здесь частично присутствует синтетика, но в принципе это нормально для того, чтобы конский волос не терял свое направление и не гнулся в сторону. То есть синтетика его поддерживает в горизонтальном положении. Прошу прощения, в вертикальном. Щетка средней жесткости, полностью синтетическая, совершенно точно. Она нам и понадобится. И самая жесткая щетка из очень толстой синтетической щетины. Я ее использую только для очистки подошвы. Щетка, я бы сказал, что очень-очень жесткая. Так что, ребята, будьте аккуратны. И если у вас какая-то очень-очень нежная замша, или вы обувной мастер и боитесь испортить изделие, я бы все-таки рекомендовал останавливаться на щетке со средней жесткостью щетина. Итак, обязательно перед чисткой нужно стряхнуть полностью все загрязнения. Пыль, грязь. Сильно не усердствуйте. Но поверхностные загрязнения все-таки удалить нужно. Я тут пытался кастомизировать тимбы, поэтому, ребята, внимания не обращайте. Что только эти тимберленды не испытали на себе. И кучу разнообразных влагозащитных пропиток. И разные краски, и очистители, и все-все-все. И химчистки по разным методикам. Был период времени, когда я их обрабатывал влагозащитными пропитками. 10 сантиметров одним видом, 10 сантиметров другим видом и 10 сантиметров третьим видом. Ходил прям по эту линию в реагентах. И потом уже мы смотрели с ребятами, что как реагирует. Ну, это мои там, скажем, были интересы. У кого какой продукт, у кого из чего он сделан. Пользуйтесь известными марками, и все у вас будет хорошо. Итак, тимбы почистили. На флаконе написано, что произведено в России. Из чего сделан состав, здесь не написано. По запаху мне напоминает мыльную жидкость для пузырей. Если у кого-то есть детишки, вы наверняка сталкивались уже с такой жидкостью. Особенно пролитый на пол. Ну, практически без запаха. Здесь написано, это профессиональный уход за обувью у вас дома. То есть, ребята постарались сделать продукт максимально удобный для эксплуатации в домашних условиях. Высокоэффективное чистящее средство нового поколения. Для кроссовок и классической обуви. Инновационный на 98% биоразлагаемый продукт аккуратно и бережно очищает обувь от грязи и пыли. Освежает и улучшает ее внешний вид. Ну, про пыль, конечно, писать не нужно было. Густая пена эффективно удаляет любые загрязнения. Безопасна для яркой и цветной обуви. Совместима со всеми видами кожи, нубука, замши, хлопка и синтетических материалов. По сути, это не жесткое очищающее средство. Оно очень хорошо может очистить верхний слой замша, нубука, велюра. Даже я так предполагаю, что может быть каких-то тканевых изделий. Нужно, конечно, экспериментировать. Но соотношение очищения плюс агрессивность по воздействию на поверхность, вот мне лично очень понравилось. По крайней мере, мы в своей мастерской Тимберленды чистим только этим средством. У нас, конечно же, более такая, наверное, расширенная методика очищения. Я вам покажу экспресс-вариант чистки, а вы уже сами подумаете, как вам лучше это делать. Возможно, кто-то в ванной будет делать, возможно, кто-то за столом, кому как нравится. И, конечно же, вы уже придумаете для себя наиболее удобный вам метод чистки. Кому-то понравится одна щетка, кому-то другая. Кто-то будет разводить с водой, кто-то вообще в чистом виде будет использовать очиститель. Друзья, пробуйте, не стесняйтесь, и только идущий осилит путь. Берем щетку средней щетины. Я все-таки рекомендую начинать с нее, если у вас есть какие-то опасения, что можно повредить поверхность. Мочим щеточку хорошо. Буквально пару капель, ну, три капли на саму щетку. Средства очень концентрированы. Начинаем обрабатывать поверхность, и у нас получается пена. Пена получается потому, что между одной ворсистой поверхностью и щеткой образуются пузырьки. Таким образом у нас получается чистящий ингредиент. Вот этой как раз пеной вы и будете чистить всю поверхность. Не стесняйтесь, обрабатывайте хорошо, обильно. Не забывайте чистить подошву. Продолжение следует... Провели первые цикл очистки. Мыть эту поверхность не нужно. Берем очень мягкое какое-то полотенце, которое вам не жалко, и начинаем вытирать полупару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто» Вот такая, друзья, нехитрая манипуляция. Я потратил времени, ну, наверное, минут 5 максимум. Я очень надеюсь, что у вас все то же самое получится. Выполняя такую процедуру 1-2 раза в год, вы получите тимбы совершенно другого внешнего вида. У меня они, конечно, за 7 лет очень сильно уже износились. Я здесь уже один раз менял даже каблуки. Для тех, кто не знает, как и где поменять каблуки, либо пишите в личку, либо звоните нам в мастерскую. У меня здесь стоит каблук. Это марка Команда. Эти каблуки используются на обуви и редвинге. Оригинальных подошв в Тимберленд я не нашел, но я не сильно на самом деле рыл. Надо было, конечно, потратить на это, наверное, целый день и погуглить так основательно. Я думаю, что в Америке, наверное, можно найти. Я посмотрел, есть аналоги и заменители у Vibram. Но Vibram мне, конечно, по износу устойчивости и вообще по тактительным ощущениям не понравился, потому что я здесь смотрю, да даже, в общем-то, на ощупь здесь видно, что подошва с очень большим содержанием каучука, какие-то полимеры, по всей видимости, это подошва, которая в оригинале именно, она очень износоустойчивая. И я, друзья, хочу вам сказать, что ее можно заменить. Вы не беспокойтесь. Мы когда начали разбирать, мы каблук сточили, там есть даже посадочные места. То есть, когда, например, мастер будет клеить полностью всю подошву, у него не получится как-то ее там неровно поставить. Там все, ребят, уже давно предусмотрено. Я, конечно, не знаю, может быть, кто-то в России специализируется на замене подошвы именно для Timberland, но я таких не нашел. Timberland у нас полупара уже начинает подсыхать. Полный цикл высыхания будет примерно где-то 45 минут, а, возможно, час. Но, в принципе, уже сейчас вы можете увидеть, что поверхность стала, ну, прям существенно чище. Конечно, Валера, нужно подождать, наверное. Там минут еще 10. Итак, ребята, Timberland высохли. Результат вы можете посмотреть сами. Они стали существенно чище. Вот такой нехитрой манипуляцией вы можете продлить жизнь Timberland. Не рекомендую сушить обувь на батарее, либо с помощью фенов. Высохнуть ботинок должен в комнатной температуре. Лучше, конечно, их поставить на пару часов. Вы будете знать железобетонно, что ботинки просохли, и все хорошо. После этого необходимо обработать пару влагозащитной пропиткой. Как минимум два, а лучше четыре слоя. То есть нужно обильно их обработать. Я для Timberland использую либо наш состав концентрированный, который мы используем в мастерской, если нет под рукой его, иногда бывают сбои по поставкам, я использую Colonial Carbon Pro. Вот такую штуку. Мне нравится. По крайней мере, для Timber вообще идеально. Все работает, все хорошо. Силикона не содержит. Не забывайте, ребята, использовать формодержателя для Timber. Будет полное отсутствие запаха. Timberland будут ровные, прямые и сухие, и самое главное, внутри. Кому нравится, можете использовать дезодорант. У Solmei хороший дезодорант. Мне он нравится. У него такой приятный ментоловый запах. Как будто холодок из детства. Друзья, надеюсь, вам понравился видеоролик. Ставьте обязательно лайки. Все ссылки будут в описании. У кого будут какие-то вопросы, звоните или подпишите в ЛС.